Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые наши телезрители! Сегодня у нас в рамках центра Сангейтс программа, которая называется «Онтология Тайм». Меня зовут Майкл Мелехов, руководитель центра Сангейтс. Рядом со мной сидит автор и ведущий этой программы, публицист, журналист, писатель Владимир Гольштейн. И, Володя, тебе слово. Ну, я немножечко буду тоже участвовать в этой беседе, поскольку программа твоя авторская, но мнения у нас бывают разные. Да, спасибо, Майкл. Добрый день, уважаемые друзья! Мы сегодня поговорим о паранормальных способностях человека, о теме, которая достаточно близка каждому из нас, хотя часто мы этого не осознаем. И мы коснемся ясновидения, левитации, телекинеза и телепортации. Пожалуй, такие четыре основных кита, которые как раз и характеризуют вот эти самые аномальные способности человека. Ну, вначале я хочу рассказать о случае, который произошел лично со мной. Он связан с ясновидением, я стал свидетелем совершенно такой интересной ситуации. Несколько лет назад я был в Крыму, в Коктебеле, и мы договорились с лесничим, что он нас поведет на гору Карадаг, которая там находится, горный массив Карадаг, это часть потухшего вулкана. Но суть не в этом, а в том, что когда мы подъезжали на его машине к Карадагу, рядом остановилась другая машина, небольшой фургон, из которого вышли люди и стали беседовать вот с этим лесником. И он потом рассказал нам, что оказывается, туда приехала группа сотрудников МВД Украины, которые получили наводку от экстрасенца по их словам о том, что там на Карадаге зарыт труп человека, которого разыскивают. Я тогда впервые понял, причем это был личный опыт, осознал, что оказывается наши спецслужбы, ну наши это имеется ввиду во всех странах, это очевидно происходит не только в Украине, активно пользуются услугами людей, обладающих паранормальными способностями, хотя это совершенно не афишируется. Вот так вот интересный такой случай со мной произошел. Ну совершенно понятно, что это вот такая вот интересная составляющая, активно входит в нашу жизнь со всех сторон. Вот даже как я вот рассказываю, даже МВД пользуется услугами, причем это совершенно было подтверждено собственным опытом, пользуются услугами таких людей с особыми способностями. Ну я хочу добавить, только единственное, конечно, это не аномальное, это паранормальные способности человека. И вообще-то, и мы много раз об этом говорили, что в те дальние времена, до исторических маммотов, будем так говорить, люди обладали такими способностями сплошь до рядом, но поскольку мы живем по ведической концепции в Кали-юге, то эти способности, к сожалению, у человека пропали. И то, что сегодня называется экстрасенсорика, то, что сегодня называется паранормальное явление, эзотерические, вот это вот какая-то такая наука, это было когда-то ясно, но теперь оно стало развиваться у людей, стало проявляться, и, Володя, ты абсолютно прав, это был действительно твой опыт, это был достаточно интересный. Но мы сегодня говорим не о твоем опыте. На моем опыте только было вступление. Ну, если мы говорим вообще о ясновидении сегодня, то, наверное, никто не станет спорить, что одним из самых ярких примеров этого является болгарская предсказательница Ванга. Все о ней знают. Но вот очень интересный факт, все знают о том, что Ванга, ну или слышали, наверное, Ванга для того, чтобы заглядывать в будущее, использовала кусочки сахара. Она просила эти кусочки подержать своих посетителей под подушкой. Так вот, считается, что ее посетило более миллиона человек, и к ней принесли за все это время около двух тонн рафинада. Очень много предсказаний есть у Ванги, которые сбывались. Там порядка 70-70% в случаях она предсказывала правильно будущее, и только 30% предсказаний были не совсем правильными. Но меня лично поразила история, тоже это достаточно известный случай, история с подводной лодкой Курск. Еще в 1980 году Ванга сказала, что Курск уйдет под воду, и весь мир будет его оплакивать. Совершенно непонятно было, о чем речь. Все решили, что решили о городе Курске, который находится далеко от всех водоемов. И вот только 12 августа 2000 года, когда произошло это трагическое событие с подводной лодкой Курске, и в Курске погибли все 118 человек, весь экипаж подлодки, стало понятно, о чем говорила Ванга. Можно, на самом деле, больше ни о чем не вспоминать в отношении Ванги, взять только этот один случай. И вот только на этом примере достаточно четко проследить, что совершенно удивительные способности у нее были. И вот это предсказание его как-то ни с чем нельзя сопоставить. Действительно, это пример ясновидения. Более того, еще раз я сделаю небольшое добавление. Уже после того, как это произошло, есть такая наука, она называется номерология. И начали сопоставлять цифры, числа. И была проведена аналогия с битвой на Курской дуге во время Великой Отечественной войны. Было очень и очень много совпадений. Сейчас я не буду вдаваться в детали, в эти цифры, но там очень и очень много совпадений. Более того, 5000 лет тому назад, это тоже довольно известный факт, была такая битва. И она на месте теперешней Индии. Это было где-то вот на севере от города Хастинапур, бывшей Дели, бывшей столицы теперешней Дели. И битва называлась на поле Курук-Шетра. И вот это тоже совпадение. Если просчитать всю нумерологию, мы увидим просто удивительное совпадение. То есть, это не случайно имеется в виду, что то, что в будущем проявляются, те события, которые были в прошлом, может быть, в другом контексте, с другими лицами, с другими событиями. Что-то таким образом повторяется. Проходит этот большой круг, и опять события повторяются. Ну, вот будет очень интересно, наверное, услышать некоторые рекомендации, которые давала Ванга. Помимо того, что она предсказывала будущее, она еще давала рекомендации, связанные со здоровым образом жизни. Так вот, о чем говорила Ванга, по сути, всем своим посетителям, это универсальные советы, действительно, они подходят для всех. Она говорила о том, что чрезмерное употребление лекарственных препаратов вредит здоровью, они закрывают дверь, через которую вместе с травами поступают в организм природные силы, восстанавливающие нарушенное врановесие в организме нездорового человека. Летом рекомендовала обязательно ходить босиком, чтобы не прерывалась связь с землей. Затем научиться правильно отдыхать. День создан для работы, ночь для отдыха, говорила Ванга, и рекомендовала ложиться спать не позднее 10 часов вечера, а вставать не позднее 5-6 часов утра. Кроме того, она рекомендовала почаще пить чай из лесных плодов и растений, говорила, что в них частота источник здоровья. Хотя бы раз в неделю есть вареную пшеницу, запивая ее чистой водой. Таким образом, вы будете постоянно очищать свой организм, говорила она, а значит поддерживать себе жизненную силу. Больше двигайтесь и много работайте. Праздное времяпровождение это болезнь, которая разрушает не только душу, но и тело. И еще одна последняя рекомендация. Ванга рекомендовала не мыться горячей водой, потому что это неблаготворно влияет на сосуды, уменьшая запас энергии. Вот это интересное последнее замечание, там было еще, то, что ложиться спать, когда надо. То есть сегодня в связи с таким сумасшедшим потоком информации, люди постоянно находятся вот в таком возбуждении, спать не могут, они спят и с телефонами, они ложатся очень поздно, особенно когда какие-то организуются пари, какие-то мероприятия такие. Вот ночные какие-то гулянки, это все очень неблагоприятно, это планета, если говорить в ведической терминологии, планета Раху, это все действительно очень неблагоприятно, это очень и очень серьезно наши жизненные силы уменьшают. И простой пример, ведь солнце заходит в определенное время, несмотря ни на что. То есть природные циклы есть, и разделение на сов и жаворонков, это совершенно искусственное разделение людей, которые подвели базу, я сова, я жаворонок, ну то, что жаворонок, это понятно, это нормально. То есть вставать, действительно, кто рано стоит, тому Бог дает, правильно? То есть вставать до шести часов, опять же, есть такое понятие, циклы, да? И это благодетствие, вставать до шести, с двух до шести считается, это цикл такой благодетствия. Дальше идет, ну это на санскрите называется, это сатва, раджас и тамас. Вот. Ну, короче говоря, вот до шести часов. А то, что не мыться горячей водой, тоже по ведическим принципам, нормам, особенно голову. Тут есть много, в общем, о воде, много, кстати, передач. И у нас в центре Сен-Геста тоже это была передача, я проводил ее на радио живом, где только прохладной водой. Ну, чуть-чуть, может быть, она будет теплая. И это не имеет значения, что нам холодно, и мы поэтому должны греться. Ну, погреться можно, видите, в порну и греться, допустим, да? Вот, но тем не менее. Да, и вот есть еще интересная информация, совсем недавно она появилась, о том, что если верить теорию реинкарнации, то Ванга уже пришла к нам в другом теле, то есть переродилась, и, наверное, через какое-то время, может быть, какой-то дар у этого внухрожденного ребенка тоже будет проявляться, хотя мы об этом не знаем. Вот мы уже об этом знаем, кстати. Об этом немногие знают, опять же, быть стопроцентной уверенности нельзя. Но есть такие разговоры, и более того, я несколько раз на эту тему говорил с ясновидящей, с которым мы беседуем по пятницам. Она говорит, я не буду называть имя, но она уже пришла, Ванга, она уже инкарнировалась в новое тело, и теперь вот ждем, когда этот ребенок вырастет, и начнет нам делать предсказания. Посмотрим. Посмотрим. Еще один очень яркий пример, связанный с ясновидением, это человек, родившийся в Соединенных Штатах, мы говорим об Эдгаре Кейси. Там целая система предсказаний, очень стройная система. Эдгар Кейси неоднократно предсказывал будущее для всех стран, и для Америки, и для России. И вот, что он говорил, в частности, о России, о том, что случится с Россией в 21 веке. Не успеет еще закончиться 20 век, как в СССР наступит крах коммунизма, но Россию, освободившуюся от коммунизма, ждет не прогресс, а очень тяжелый кризис. Однако уже после 2010 года прежний СССР возродится, но возродится уже в новом виде. Ну вот, можно, исходя из той ситуации, которая сейчас происходит на территории Республик бывшего Советского Союза, можно сейчас оценить это предсказание Эдгара Кейси. Он предсказал свою смерть, он был абсолютно точен. В этих предсказаниях есть такое понятие, как Акаши, хроники Акаши, и об этом действительно можно и почитать, где он невероятной точностью своих предсказаний отличался. Его называли спящим пророком, он сделал более 20 тысяч предсказаний. Именно отмечается по статистике, что очень большой процент его предсказаний оказался абсолютно точным. Ну вот еще интересный такой человек, о котором стоит упомянуть в контексте ясновидения. Следующий момент, о котором я хотел поговорить, совершенно удивительный, это левитация. И одним из ярких примеров левитации в истории человечества является монах Джузеппе из Капертино. Он родился 17 июня 1603 года в простой, глубоко верующей итальянской семье в городе Купертино. Это был обычный мальчик, за исключением того, что он очень любил поесть. Затем судьба сложилась так, что он попал в монастырь францисканцев. И первый полет Иосифа Купертинского случился в праздник Рождества. В церкви было очень много людей, пастухи со свирелями, праздничное богослужение. И неожиданно для самого себя он взлетел, пролетел 40 метров до алтаря и затем вернулся на свое место, где он стоял, пролетел 40 метров обратно. Ну, понятно, что это вызвало совершенно полный фурор. Все были в шоке. И затем полеты случались еще не раз с ним. И Иосиф настолько удивил всех людей, которые были вокруг него, включая монахов, что специально была организована его встреча с Папой Урбаном VIII. И от счастья и восторга о том, что он пристал перед лицом Папы, Иосиф вновь взлетел, и Папа признал, что стал свидетелем невероятного чуда. Это было сфиксировано в специальном документе, который хранится в архивах Ватикана. Причем там было множество полетов, когда он совершенно без всякого даже желания с его стороны получал какой-то импульс, взлетал. Однажды он взлетел с огненком в руках и опустился. И все это было зафиксировано в хрониках Ватикана. Было множество свидетелей и нет никаких оснований этой информации не доверять. Это просто наиболее ясный и четко зафиксированный случай о левитации. Хотя, наверное, есть немало левитирующих йогов, но они просто не афишируют свой опыт. Находятся где-то, сидят где-то в джунглях. Это правда. Это называется на санскрите ситхи. Ты тоже владеешь этой информацией и посвящением имеешь, насколько я знаю. Там они обучают этому. Ну, так свидетельств, еще раз, зафиксированных нету полетов. Но то, что они, скажем там, подпрыгивают каким-то образом, вот сидя на полу, без всяких напряжений, мускул и всего, это же надо от чего-то оттолкнуться, чтобы хотя бы подпрыгнуть. Причем сидя это намного сложнее сделать, чем стоя, правильно? Под стоя мы можем на месте подпрыгнуть. Ну, как сидя подпрыгнуть. И вот они подпрыгивают на расстоянии 40-60, а некоторые даже на расстоянии метра от пола. Более того, они зависают на какое-то время. Это те йоги, которые уже достигли определенной ступени. Вот это ситхи. Там есть несколько уровней. И вот это высший уровень, вот такой уровень. В принципе, это обучается. И сегодня есть школы развития таких способностей человека. То есть это лишний раз говорит о том, что, в общем-то, мы обладаем этими способностями, просто не умеем их развивать. Да, это правда. И еще одна способность удивительная, не менее удивительная, чем левитация, называется телекинез. Передвижение предметов на расстоянии без прикосновения с ним. Этих примеров тоже достаточно много, но мы вспомним об одном. Мы вспомним у Нинель Кулагина. Это экстрасенс, о которой мало знали в советское время. И узнали только, когда случилась перестройка. В 88-м году эта информация открылась. Эта женщина совершенно удивительные способности проявляла. В частности, она снимала с пальца обручальное кольцо, клала его на стол рядом с горской спичек, затем подносила руки туда, и все это начинало передвигаться. Причем между ее руками и перемещаемыми предметами возникали такие некие светящиеся нити, как бусинки. Все это было неоднократно зафиксировано, хотя об этом знали только ученые в Советском Союзе, академики, которые этим занимались. Была проведена и фото, и видеосъемка. В частности, японцы приезжали и специально снимали ее. И объяснить этот феномен абсолютно невозможно. Его назвали феноменом Ка. И кроме того, что передвигались предметы, Нинель Кулагина, кроме этого, еще проявила и многие другие способности. В частности, она определяла цвет предметов с закрытыми глазами любой открытой частью тела, могла одномоментно снимать боли. И там был целый комплекс других способностей. Она могла также определять числа, предметы, тоже все это с закрытыми глазами. Объяснить это совершенно невозможно, хотя все задокументировано, и есть, как я сказал, и фото, и видеоматериалы. Ну, на самом деле, я могу, может быть, добавить. Есть и фильмы, их немного есть, какие-то архивные материалы, черно-белая съемка, естественно. И это все можно посмотреть в Ютьюбе. Но, в общем-то, она исследовали ее, и медики исследовали, исследовали ее в закрытых лабораториях, и ученые, понятно. Но дело в том, что одна из версий, как она это делала, не будем говорить, что эта версия является достоверной, во всяком случае, объяснение, всегда же надо придумать. Ученые, они на то и ученые, что они что-то должны объяснить, иначе какие же они ученые, если объяснить этого нельзя. Так вот, одно из объяснений, это то, что у нее была опухоль мозга, и она каким-то образом, так сказать, давила на какие-то участки нашего мозга, которые, как мы знаем, изучены, и мы используем возможность нашего мозга максимума на 3-3,5%, то вот эта опухоль давала такие способности Нинет Кулакиной, и так это объясняют еще раз медики. Ну, в любом случае, даже если это была опухоль, или куда-то давилась, все равно это объяснить с точки зрения науки невозможно, то есть человек перемещал предметы дистанционно, не прикасаясь к ней. И, простите, это телепортация. Это перемещение в пространстве на любые расстояния без каких-либо средств перемещения. Есть множество исторических свидетельств об этом. Вот одно из них о том, что в первом веке до нашей эры, в первом веке нашей эры, я прошу прощения, император Демициан учинил в Риме судно над философом Аполлонием. Подсудимый исчез из зала суда на глазах у императора и заседателей, и объявился в тот же день на расстоянии нескольких десятков дней пути от Рима. И это вошло в книгу Флавия Филострата «Жизнь Аполлония Тианского». В XIII веке святой Доминик угощал вином из одного кубка сотни человек, но при этом кубок оставался полным. А святой Анжолио Паоли в Риме накормил голодных, добавляя пироги и булки, прямо добывая пироги и булки прямо из воздуха. То есть такие интересные примеры телепортации, которые связаны с материализацией предмета. Вот пример на то, что делал Иисус, как описывалось в Библии, когда он накормил голодных пятью хлебами. 5 марта 1988 года индийская газета «Мадрас Мэйл» писала, что в школе рядом с домом губернатора в Мадрасе кирпичи падали не менее пяти дней в присутствии 30 наблюдателей. Священники порекомендовали отметить один упавший кирпич белым крестом и поместить его в центр класса. К всеобщему изумлению, кирпич такого же размера, но с черным крестом, упал на первый кирпич, да с такой точностью, что даже не свалился с него. Ну, объяснить это с точки зрения науки совершенно невозможно. И если эти свидетельства считать истинными, а оснований их не считать истинными, нет, то мы говорим здесь действительно о примерах телепортации. И еще один пример. В книге Джим Митчелла «Феномены книги чудес» рассказывается о суде Инквизиции над солдатом, неожиданно появившемся 25 октября 1593 года, в городе Мехико, хотя его полк был распортирован на Филиппинах, в 9 тысячах миль от Мексики. Он смог рассказать только то, что за несколько мгновений до этого нес караульную службу при дворце губернатора в Маниле, столице Филиппин, который только что был предательски убит. Как он сам появился в Мехико, солдат понятия не имел. Несколько месяцев спустя, люди, прибывшие из Филиппин на корабле, подтвердили известие о гибели губернатора и другие детали рассказа солдата. Ну, вот, как мы видим, целый ряд есть явлений, с трудом объясняемых наукой, или вообще необъясняемых, и, возможно, в вашем опыте тоже было что-то подобное. Если это так, пожалуйста, сообщите нам, и мы обязательно постараемся подробно разобраться в вашем случае. На этом... Да, на этом наша программа заканчивается. Единственное, я хочу добавить о том, что с нами был Владимир Гольштейн и программа «Онтология тайн». Ну, а если вы хотите с нами пообщаться и задать какие-то вопросы Владимиру, или просто оставить свои комментарии, вы это можете сделать на тройное W sungatesradio.com, sungatesradio.com. Мы можете нам позвонить по скайпу, это sungates108. Наш телефон – единица, это код страны, 847-226-995-6. Ну, и программы эти записываются, выкладываются в YouTube. Соответственным образом можно там тоже оставить свои замечания и задать свои вопросы. Ну, и Facebook, страница Facebook – это sungatesradio. На этом наша программа заканчивается. Спасибо, Владимир, спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами и будете видеть нашу программу, которая появится в скором будущем на YouTube. Всего доброго. Спасибо за внимание, до новых встреч, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok